Всем привет друзья! Посмотрите на необычную систему полного привода при помощи ременной передачи. Таким образом в 50-е годы пытались решить проблему недостаточной проходимости грузовых автомобилей. Автомобильная история знает огромное количество очень странных решений. Одни впоследствии стали привычными, а другие так и не прижились. Ко вторым точно можно отнести необычную систему, которая делала из грузовика с колесной формулой 6х2, гораздо более проходимой 6х4. Ранние шаги автомобильных конструкторов по созданию полноприводных автомобилей были сродни попыткам авиаторов сделать самолет. Идеи зачастую были совершенно безумными, да и работали не всегда хорошо. Пытаясь решить проблему недостаточной проходимости, в 1953 году в Суши, штат Айова, была основана компания по производству больших шкивов, которые устанавливались между сдвоенными шинами ведущей оси и вспомогательной оси. Соединяя эти шкивы с помощью большого кленового ремня, ведущая ось приводила в действие вспомогательную ось. Поскольку вспомогательный мост приводился в движение бесшумными кленовыми ремнями, вместо шумных шестерен компания получила название Silent Drive. К началу 70-х подвесные лифты Silent Drive вытеснили на рынке клиноременные приводы. Silent Drive существует и сегодня, сохраняя лидирующие позиции в нескольких важных отраслях. Что касается необычного ременного привода, не ведущей оси от ведущей, то он не прижился. Ну и хорошо, ведь привод при помощи карданных передач как-то надежнее будет. А на этом все, спасибо за просмотр, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Обязательно комментируйте и присоединяйтесь к нашим группам ВКонтакте, Телеграме, ссылки в описании. Всем пока!